всем привет с вами канал все для огорода здравствуйте дорогие подписчики подписаться даже костями канала вчера я лазил в тумбочку то есть у нас на кухне такая тумбочка и вот на нижней полке думаю да и посмотрю что там такой и вот одно выковырял там такие банки то есть мама раньше делал такие закрутки таких вот литровых банках то есть одно время мы литровые такие их просто удобно было таскать вот потом конечно мы уже перешли за 3 литровые банки вот весной тоже я под кровать залез а там тоже вы стояли трех литровые банки с огурцами вот все вскрыл но они уже были конечно плохие пришлось их унитаз спустить они уже были как каша я думаю здесь тоже огурцы уже как 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 кашина и скорее всего то есть придется мне это здесь скрыть здесь даже вот есть леча вот она там делаю леча такое вот видно леча тоже наверное уже несъедобные скорее всего банки на стоят и вот сколько лет ну этим банкам лет десять точно есть потому что мы трех литровые банки привозили лет пять наверное а до этого мы привозили литровые то есть у нас даже на даче три коробки у таких банок литровых ну ну чистые стоят мы их даже не использовали огурцы закрывали в трех литровые банки чтобы как бы меньше их таскать трех литровый больше огурцов войдет а здесь меньше вот короче придется вскрыть мне кажется здесь огурцы уже никакие наверно скорее всего за десять лет они уже превратились в кашу и потом на их как бы сначала огурцы засаливала потом уже их стерилизовала и закрывала вот но они как бы не вздулись видно что здесь даже вот что-то написано даже что-то там написано это 2 2 1 то есть она здесь два раза их стерилизовала ведь написано 2 2 1 то есть два раза вот вот на огурцы тоже как бы когда это закрываете на 1 огурцы закрывал 4 стерилизовал начал есть они как ватами огурцы на стерилизовала один раз то есть первый раз огурцы заливаем кипятком потом как басты не потом сливаем потом еще раз второй раз заливаем уже рассолами закрываем вот вот но можно свежий сразу закрывать не обязательно их вот как бы квасить но я говорю маму и уеха квасила то есть они как бы потом уже уже закрывала вот но не как бы не очень так и когда вот только привезешь они еще есть можно а когда она дольше постоит они уже все никакие вот здесь тоже чуть привыкли бумажка привлекла ну такие вот огурцы видно что тогда на вид они хорошие вот вот такие вот она там дубовые листья туда клала вот видно что листья дубовой чтобы они хрустели вот у нас там дуб растет я дум дуб посадил из этого из желуди он уже здоровый меня уже за 15 лет вырос большой ну как бы я желтым я сам сажал три желуди 2 взошло только вот но потом один у это вот у нас сам дуб здоровый растет мы с этого дуба это листья собираем и это и в огурцы огурцы в это закладываем ну конечно уже я уже закладываю прошлом году я привез 4 банки трехлитровых огурцов хотел даже банку одну отдать соседям потом подумал думал часа я их все сам съел такие были огурцы обалденно вкусные а вы в этом году я чуть поленился огурцов не было у нас как бы корневая гнили сожрала то есть на открытом так то на еду были они огурцы в теплице таки огуречные а вот которые на улице там это уже в июле месяца все плети посохли то есть огурцов не было поэтому в этом году я огурцы не делал а прошлом году и и соседу там отдавал тоже там набирал ведро этих огурцов огурцов было полно в этом году огурцов не было то есть я еще эту теплицу перетащил не теплица парник перетащил на другое место там видим место плохое и короче пропали всегда надо теперь перетаскивать эту эту этот парник в другое место на то на том месте уже ничего там там и картошка нихрена не росла раньше сажаешь она там и не растет видимо плохая местность местность плохая вот короче и здесь ведь вот даже пыль такая вот она ну так то некрасиво смотрится вот там надо будет попробовать даже чесночок и здесь вот есть на огурцам на лет десять точно мне а может больше даже потому что мы привозили в тумбочку складывали вниз главное в тумбочку вниз и туда да подальше сверху здесь у нас как бы мука там кофе этом каково и соль вот я туда всунулся думаю а чё там а там мы смотрю вот это конце консервы и не все банки принес там еще четыре четыре не по-моему три банки еще таких с огурцами из из леча вот видите она леча делала сама вот здесь уже наверно каши уже наверное ни хрена ничего нету толку от этих ничего нету от этих закрутка наверное наверное не воспользуюсь а то так это когда их достал думаю сейчас огурчиков наемся блин а сейчас наверно не как вата на скроме откроешь их прошу бы они были хрустящие конечно но я думаю за десять лет они наверно все испортились наверно не вот но не вскрылись как-то одно время я всегда маме говорю ты соли всегда сажи вот допустим салил кладешь две ложки ты положил три ложки пускай не будут пересолены потом их можно вымочить то есть взять сахар и добавить туда рассол слить сахар добавить и и водой залить кипятком и они будут хорошие сладенькие такие хрустящие огурчики вот ну ладно спасибо за просмотр вот чтобы хотел показать что здесь вот здесь еще маринованные кабачки делала но и у меня что-то не очень хорошо в этом году по слову и получились потому что я мариновал уже старые кабачки а надо мариновать молодые когда марин прошлом году мариновал молодые вот блин а обалденно вкусные были а это раз я мариновал уже старые у них уже кожица жесткая такая здесь у меня три баночки открывал еще не доел ну ладно съем как-нибудь все спасибо за просмотр всем пока пока на канал все для город подписывайтесь на канале более двух тысяч роликов может быть что-то вам пригодится там есть как бы и как сейчас перечислить что там какие ролики я дел ролики делал как делать антенна самому можно сделать антенны потом ролики по выращиваю огурцов помидоров естественно как клубнику выращивать потом как привод деревья ролики как если у вас болит спина при смешка межпозвоночная грыжа если болит там можно вылечить уколами за шесть дней то есть боль полностью пройдет может посмотреть найти ролик может у кого-то кто-то страдает болями спины потом более в коленном суставе есть ролик как вылечить коленный сустав тоже есть потом как лечить геморрой за шесть дней но это внешний геморрой вот потом как оставить камни в почках там каким каким препаратом лучше растворять что еще в желчном пузыре как камни растворять при помощи отваром свеклы еще чё там еще как чистить печень при помощи оливковым маслом и лимонным соком вот я 20 лет чистил с 99 года чистил оливковым маслом и лимонным соком 20 лет я чистил вот единственное что я перестал чистить когда вот эта пандемия произошла и вот это как бы уже и не чистил и в этом году не чистил и вот с двадцатого года не не чистила вот это вот тут двадцатого года очистил 20 лет то есть пила это оливковое масло и лимонный сок вот это по малахова значит геннадий там мало он книгу написал запил вот ну ладно спасибо за просмотр а то вам скажите банки поставил блин болтай какую-то ерунду блин ничего не интересно спасибо за просмотр всем пока пока